Добрый день, уважаемые друзья! Я надеюсь, у вас получилось сделать задание прошлого урока. Я напомню, я предлагала вам сделать маленький эксперимент и зафиксировать свой внутренний хронограф. Когда мы говорим о тайм-менеджменте, очень важно понимать, как вы чувствуете время, как чувствует время ваш ребенок. Я напомню, у нас есть три группы. Первая группа, эта группа в эксперименте получила цифру до 55, группу мы называем вне времени. Вторая группа, эта группа от 56 до 65, этих людей мы называем люди времени. И третья замечательная группа, у которых получились цифры больше 66, и эту группу мы называем опережающее время. Так вот, запоминайте, пожалуйста, рекомендации по формированию принципов тайм-менеджмента с представителями разных групп. Если вы или ваш ребенок представитель первой группы человека вне времени, то для вас суета и поспешность всегда будут связаны со стрессом. Поэтому всегда добавляйте дополнительно время, порядка 20% для того, чтобы человек мог справиться с поставленной задачей. А еще используйте волшебные слова. Торопиться не нужно, времени достаточно, у тебя целый час для выполнения этой задачи. То есть речь в отношении человека первой группы, она должна быть достаточно медленная и понятная. Потому что когда человек волнуется и торопится, речь всегда сбивчивая и очень-очень быстрая, что очень сложно понять представителю первой группы. Если кто-то из вас или из ваших близких представитель второй группы, это люди времени, здесь очень важно четко проговорить все договоренности касательно времени, результатов и каких-то показателей, по которым вы будете сверяться в выполнении той или иной задачи. Здесь очень важно четкие ожидания, и тогда все будет хорошо. Единственное, здесь я бы дополнила периодически делать сверку, просто спрашивать, как у тебя дела, вот уже прошло столько-то времени, как ты продвинулся, какой у тебя успех. Тогда вы будете четко понимать, что задуманное и запланированное выполняется. Представителям третьей группы всегда скучно, они хотят массу впечатлений и обязательно очень много движения. Поэтому это люди, которые смело идут в новый опыт, но периодически им нужно возвращаться, чтобы переделывать все то, что они успели сделать неправильно, потому что поторопились. Поэтому обязательно этим людям говорите, не торопись, времени много, возьми, пожалуйста, про запас, чуть-чуть времени, чтобы перепроверить себя. И тогда вы сможете убедиться, что человек, который всегда опережает время, действительно задумался о том, чтобы можно перепроверить. И вот здесь очень важно говорить, слушай, мы можем с тобой это сделать очень быстро, потому что у нас с тобой целых 10 минут. И для представителя третьей группы это будет звучать очень приятно и спокойно. Поэтому, уважаемые зрители, попробуйте сегодня и завтра спланировать свои дела с учетом тех рекомендаций, которые я дала. И посмотрите, пожалуйста, на то, как вы себя ощущаете и как ощущают ваши дети с учетом вот этих особенностей групп внутреннего хронографа. А мы с вами увидимся на следующем уроке. Меня зовут Мадина Белялова. Следуйте за нами и пусть все у вас получается. Субтитры сделал DimaTorzok